МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы будем говорить более подробно и более обстоятельно. Вот, собственно, на какие темы. Посчитают в сети подробности переписи населения. Несовета ради, как общественники помогают медицине. Квасной пир, где пройдет дегустация окрошки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой сегодня курс доллара? Важная информация. Где-то 62 с копейками рубля. А 100 долларов-то сколько было? Ну, соответственно, 6200 и чем-то. Я почему спросила? Говорят, что в США за отказ участвовать в переписи населения страфуют на 100 долларов. То бишь 6200 рублей. Нехило. Ну, вот у нас-то в России помнится такое, тоже хотели вести, но пока не ввели. Зато других новшеств в самой процедуре проведения переписи населения много. Рассказать о них мы пригласили начальника отдела статистики населения и здравоохранения Тюмень-Стата Татьяну Куренкову. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Проходите, пожалуйста, к нам присаживайтесь. В октябре 2020-го даже будет проходить? Да, с 1 по 31 октября 2020-го. То есть год и три месяца примерно, да? Много времени. А подготовка уже идет. В чем конкретно она заключается? Подготовка началась. Перепись – это масштабное мероприятие, поэтому, чтобы его подготовить, требуется время. У нас привлекаются внештатные работники, которые будут работать в каждом муниципальном и городском округе, в муниципальном районе городском округе готовить перепись, готовить первоочередные, проводить первоочередные подготовительные мероприятия. Сначала будут в каждом муниципалитете, вернее, они уже созданы в каждом муниципалитете комиссии по подготовке переписи при исполнительной власти, которые помогают организовать взаимодействие между различными ведомствами, задействованными в подготовительных работах. Также, кроме этого, будут такие подготовительные работы, как составление адресов списков домов для дальнейшей работы переписчиков и наполнение этих списков численностью. Численностью жителей? Численностью жителей в каждом доме, да. Упорядочение адресного хозяйства традиционно проводится перед переписью, но это выполняют муниципалитеты. Мы помогаем им проверять адресное хозяйство, упорядочение перечней населенных пунктов, границ населенных пунктов. Полная ревизия такая. Полная ревизия. А что сложнее в этой работе? У нас, у телевизионщиков, порой программу придумать и создать сложнее, чем потом ее провести. Вот у вас как, подготовка или сама перепись? С какими трудностями-то вы сталкиваетесь? Где больше головной боли? Ну, для нас больше головной боли, когда идет подготовка, когда мы все хорошо организуем, уже наберем, обучим хорошо работников. Перепись, когда они идут, это уже практически итог нашей работы. То есть это про вас тяжело в учении, легко в бою. А вот вы говорите, наберем и обучим. То есть можно принять участие в переписи, какую-то денежку заработать, нет? Конечно. Мы привлекаем в Тюменской области, на юге Тюменской области в 2020 году большое количество временных работников. Это будет около 4 тысяч. А, так нормально. Да. Большую часть из них составят переписчики. Пока еще зарплата не определена, наверное, поближе к дате будет понятно. Ну, точно еще пока не определена. Но это не безвозмездный труд? Нет. Ну, мы примерно ожидаем, что будет где-то около 18 тысяч с учетом НДФЛ. Кстати, а зона ответственности ваша только юг Тюменской области или округа тоже? Нет, автономная округа тоже. И там тоже понадобится добровольство. Вот смотрите, в новейшей истории России это перепись третья, получается, по счету, да? Если считать от 2002 года, да. Чем она будет принципиально отличаться от первых двух? Ну, по перечню вопросов это традиционная перепись. И опрашивать мы будем население лично, или они предоставляют о себе данные, будут лично. А большое отличие в методах сбора информации. То есть все-таки электронные сервисы будут использоваться, Да, привлекаются. У нас запланировано, что каждый житель сможет оставить, записаться, пройти перепись на едином портале госуслуг. То есть удаленно он не ждет того, кто к нему придет домой, да, это делается... Ну, вот с подтвержденной учебной записи, видимо, да? Да, иметь подтвержденную учебную записи. На госуслугу. На госуслугу. Слушайте, ну это должно ведь так прилично бюджет и сэкономить. И опять же, знаете, решается какой вопрос, что некоторые люди, а вот, а переписчик, а не переписчик, а вдруг какой-то мошенник. И вот все спокойно... Подождите, но с другой стороны человек ленив, понимаете, он может откладывать, потом забыть. Ну, будет активная информационная работа, привлечение к такому виду переписей. Мы поможем. Мы не рассчитываем на то, что, конечно, пройдет все население на едином портале госуслуг, поэтому в каждую квартиру придет переписчик. Но опять же, новость у нас теперь переписчик будет ходить не с бумажными переписными листами, а с планшетным компьютером. А если интернета где-то нет? Ну, он будет, как бы, там, где есть интернет, конечно, у него будет больше функций, а в принципе там стационарная программа, где... То есть она основная работа? Все, понимаю, я поняла. А так не получится, что я там на госуслугах прошла, а еще и переписчик меня переписал? То есть вы как-то эти потоки будете следить, разделяться? Там будут потоки, да, отслеживаться. Тому, кто пройдет перепись на госуслугах, будет присваиваться код. Ага. И который будет, значит, доводиться ему через СМС или через личный кабинет. И в дальнейшем, когда приходит переписчик, человек, который прошел перепись на госуслугах, он сообщает. Вы сказали, что стандартный набор вопрос такой, как и был там в 10-м, да, году? Хотели религиозную принадлежность добавить просто, да? Нет. Программа переписи прошла согласование со всеми научными учреждениями, с 67 федеральными территориальными управлениями статистики, с федеральными органами исполнительной власти, направлялась к представителям в областях органов власти. Прошла согласование, сейчас находится на, передано на утверждение в правительство, и вопрос о религиозной принадлежности не включен. И каких-то новых тоже нет? Тут как в прошлый раз было, так и в этом. Нет, есть новые. Есть новые, добавили вопрос, не так много, добавили вопрос по доходам о самозанятости, добавили вопрос в разделе о языках, о том, какой язык является преимущественным, обиходным. Да, также есть вопрос о том, проживали ли за границей более 13 месяцев, и о том, зарегистрированы или не зарегистрированы в месте постоянного жительства. Ну, первый вопрос очень интересный. Да, да, да. Интересно проанализировать, почему она возникла. Скажите, а вот вы в вашем профессиональном стаже, это какая перепись по счету? Вот так вот вы участвовали? Четвертая. Четвертая уже. А много ли в Тюмени людей, которые отказываются каким-то принципиальным позициям участвовать, или в целом у нас такой нормальный регион, люди понимают, что это важно? Основная масса, конечно, понимает, что это важно, а в прошлую перепись 2010 года процент отказавшихся составил 0,8. А их как-то учитывают все равно? Как-то подсчитывают? По административным каким-то данным, по книгам ЖКХ? Да, по закону 8 ФЗ, которые регламентируют нашу работу по переписи, установлено, что те лица, которые отказались, по ним данные предоставляются из административных источников, но берутся только два показателя – пол и возраст. Поэтому, конечно, число отказников, оно как бы представительность наших данных снижает. А могут получиться накладки, вот какого образа? Смотрите, я могу быть прописан в другом населенном пункте, да, проживаю здесь. Там меня посчитали вот по административным вот этим… Да, да, а здесь по нормальному. То есть, да, получается два раза. Ну, у нас есть методы, чтобы переписчики ходят на своем участке практически целый месяц. Определить, там, пустует ваша квартира в том населенном пункте, где вы не проживаете, он может, спросив у соседей, поинтересовавшись управляющих компаний. То есть, мы переписываем не по прописке, а по месту постоянного жительства. Ага, все понятно. А вот в прошлом году, в октябре, по-моему, тоже проходила опробная перепись, вот как раз тестировали портал Госуслуг. Тюмень вроде бы не вошла в число пилотных регионов, но тюменьцы там засветились, да, поучаствовали. У вас есть данные, сколько их прошло? Да, мы не входили в пилотный проект по пробной переписи, но Тюмень, в общем-то, активно приняла участие, где-то от общей численности населения у нас переписалось полтора процента. Ну, неплохо. В среднем по России это 0,8 процента. Какие вы молодцы. А что, теперь эти дети могут спать спокойно и больше не будут в 2020 году участвовать? Нет, ну, по определению, перепись населения – это фотография страны на какой-то определенный момент. Вот момент переписи устанавливается распоряжением правительства, и он у нас установлен 0 часов 1 октября 2020 года. Поэтому, независимо от того, что кто-то прошел перепись в 2018 году, чтобы составить эту фотографию на эту дату, мы должны переписать все население. Уточните, пожалуйста, я вот что-то подзабыл, а людей какого возраста-то переписываем? То есть это только совершеннолетние, да, получается? Нет, раз это фотография всей страны, значит, переписываем все население. Все, то есть... Ой, до младенцев. Детей всех, так сказать, да-да-да. Понятно. Смотрите, вот изначально в 13 веке, как говорят некоторые историки, да, тоже проводилась там когда-то, может быть, самая-самая первая перепись населения, потому что, ну, надо было понимать, сколько дани платить монгольским завоевателям. Тогда, ну, эти цели были понятны, да, с тех пор, сколько у нас? Восемь, да, веков прошло. Да, да, восемь. Цели изменились. Вы скажите, почему все-таки важно участвовать сегодня в переписи населения? Перепись, это... Она дает нам самые уникальные сведения о населении. Таких сведений вы больше не получите ни в каких других источниках. Наблюдаются рождаемости, наблюдается брачное состояние, уровень образования, занятость, национальный состав, гражданство. То есть такие показатели больше у нас нигде не фиксируют. Их не добудешь, да. Да, их не добудешь. Потом она дает сведения по каждому населенному пункту, до самого маленького. Это тоже у нас... И к тому же дает базу для текущих расчетов и численности населения, возрастно-полового состава. Это вообще, в принципе, даже интересно узнать, а сколько нас, кто мы, что мы... А потом же, наверное, на основании этих данных принимается решение о встрече в больнице, о том, сколько денег в бюджете закладывают на какие-то там пособия или на что-то еще. Да, пользователей у итогов переписи очень много. Конечно, это в основном органы власти всех уровней, и научное сообщество, и студенты, и просто интересующиеся граждане. Сколько диссертаций там будет защищено, да. Итоги переписи, они являются открытыми, размещаются на интернет-портале Росстата, и до сих пор очень много пользователей данными. Ну, чувствую я, что не последний раз мы, Стяна Ивановна, с вами встречаемся в этой студии. Мы, конечно, с этой стороны готовы тоже помочь и призывать людей поучаствовать в этом деле. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Когда речь заходит о статистике, я всегда вспоминаю служебный роман, фильм, помните, да, там такая фраза была. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. А, впрочем, далее не о нашей работе, а вот о чем. Смотрите далее. Совет не совета ради. Как общественники помогают медицине. Что такое общественный совет? Вот как ты это понимаешь? Ну, очевидно, это когда общество дает советы какие-то кому-то... Ну, это очевидно, и это только с одной стороны, да. Ну, что с другой? Ну, а что с другой? А вот с другой стороны будем разбираться прямо сейчас на примере нашего Тюменского департамента здравоохранения. Выбрали мы этот департамент не случайно, потому что здоровье и медицинская помощь – это то, что, по сути, касается или может коснуться каждого. В нашей студии председатель совета при этом органе власти Антонина Новицкая. И председатель комиссии по здравоохранению общественной палаты Тюменской области. И к тому же председатель первого состава совета при департаменте здравоохранения Альберт Юсупов. Здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, и мы начнем с вопроса, который адресуем вам обоим. Общественный совет. Как вы для себя определяли смысл его существования и смысл вашего собственного существования в этом совете? Мы начнем с Антонины Ивановны, она уже действующая, свеженькая, так сказать, председатель. Зачем вам это? Ведь дел столько по жизни много. Ну, прежде всего, для чего нужен общественный совет? Здравоохранение такая отрасль многогранная. И она для того и существует, чтобы мы были здоровы, мы хорошо себя чувствовали. Но проблема сейчас состоит в том, что доктора не всегда слышат пациентов. И задача общественного совета – наладить вот эту связь, понять причины, почему, несмотря на очень многое, что делается в здравоохранении, пациенты задают вопросы. А вы морально на чьей стороне? На стороне докторов или на стороне пациентов? Ну, вот так вот, честно. Вы знаете, я понимаю задачу, которая стоит перед докторами, и я понимаю все тревоги и все те проблемы, с которыми встречаются пациенты, потому что я тоже пациент. Вот будем искать середину. Вы по серединке. Да. Мир Фаилович, а вы человек с медицинским образованием. Да. А вы как для себя тогда, сколько лет назад, наверное, лет 10, да? Ну, это был 13-й год. А, 13-й год, там, 7 лет назад. Зачем вы туда пошли? Ну, общественные советы, они, это было таким этапом в создании гражданского общества в целом, в Российской Федерации, в Тюменской области в целом. И мое участие личное, оно было вызвано тем, что это, конечно, желание сделать наше здравоохранение лучше, то есть вот на своем участке работы, маленько расширить это дело. То есть я и видел, вот за эти годы мы видели результаты своей деятельности, это влияние общественности на те процессы, которые проходят в здравоохранении. И видели заинтересованность исполнительной власти, в данном случае департамента здравоохранения, вообще высшего руководства Тюменской области в деятельности вот общественных организаций. Вот смотрите, вы сказали, я на своем участке работы, да? И вы человек из здравоохранения. А вот я себя представил, допустим, в общественном совете, я вот не человек из здравоохранения, как я в принципе могу давать какие-то советы? Я вот к чему все это говорю? Как туда попадают? Это же не любой человек может войти в совет, да? Не любой, кстати. Какие требования? Ну, вот если, Дмитрий, у вас нет родственников в департаменте здравоохранения? Мне нет, к сожалению. То есть вы вполне можете подойти, потому что условиями, условиями членства в совете является это совершеннолетие, 18 лет, и проживание на территории Тюменской области. Есть ограничения, есть определенные ограничения. Это судимость. Это судимость, это работать в органах госвласти, это недееспособность человека. То есть в общественный совет входят как заинтересованы, ну, так сказать, люди изнутри, да, той сферы. А вот давай-ка посмотрим, давай посмотрим, кто сейчас в составе совета состоит. Посмотри, пожалуйста, кстати, это открытые данные? Конечно, это все на сайте опубликовано, есть страницы на портале органов госвласти. А я вот, кстати, продолжу все-таки Димина беспокойство, да, у него нет медицинского образования, у меня нет медицинского образования. Как я могу давать советы и оценивать деятельность, например, органов здравоохранения, протоколы лечения? Я ничего в этом не понимаю. Насколько вообще цены мои советы будут? То есть как вот с этим-то быть? Ну, вот это мой случай. Я без медицинского образования и в практике работы совета при департаменте здравоохранения я первый председатель без медицинского образования. На самом деле это на меня особая ответственность накладывает, но я считаю, что мы не полезем туда, куда нам не положено лезть, вот лично я, да, почему я должна буду... Справлять диагнозы, это не ваше. Да, да, это не наше. Нам увидеть, в чем проблема у пациента, когда он приходит в любое медучреждение. Организационные проблемы, какие еще, чем встречается пациент, что он преодолевает. Поэтому мы будем над этим работать. И плюс ко всему совет, а вообще положение совета, оно предусматривает, что мы можем привлекать к своей работе экспертов. Там, где нам не хватает знаний. Да, конечно, обязательно. И плюс ко всему хочу вам сказать, что в этом совете по меньшей мере четверо, во-первых, пациенты с тяжелыми... Ну, после тяжелых очень заболеваний четверо пациентов. Люди, которые сами все это прошли. Которые сами все это прошли и до сих пор проходят. Я вообще пациент сонкой истории, и вот о четверых, которых я говорю, они тоже такие же пациенты. Вот так сложилось. И я хочу сказать, ну, у нас есть и люди из медицины, у нас есть... А вот мы сейчас спросим, что там в профессиональной пациенте. У нас есть открытая информация, без проблем можно найти, вплоть до телефона председателя. Да? Серьезно? Серьезно? Там сутовый телефон-то именно ванной? Да, и по составу, я не знаю, много это или мало, там 9 человек, юристы, педагоги, ветераны здравоохранения, пенсионер, просто пенсионер, видимо, да, просто пенсионер, психолог, управление, то есть такой широкий, на самом деле, разнообразный состав, представлено, 70% примерно имеют образование и опыт работы, связанное со сферой здравоохранения, и вот 30% ну, не знаю, как вы, наверное, да. То есть уравновешенные интересы, просто пациенты, люди, потребители услуг, так сказать. Ну, такой рабочий, в общем-то, рабочий состав получается, да? Какие у вас ближайшие планы? Ну, мы, вот этот состав, он работает с мая. Да, два месяца всего, свеженький еще. Да, сейчас мы, ближайший вопрос, который мы будем рассматривать, это в августе, мы хотим проанализировать работу ревматологической службы в части диагностики остеопене и остеопороза, очень тяжелый вопрос для Тюменской области с большими проблемами. А в конце ноября мы будем планировать, и я вот очень прошу Альберта Рафаиловича, чтобы мы вместе с общественной палатой области посвятили вообще заседание наше расширенное вместе с общественной палатой теме это восстановительная реабилитация онкобольных после перенесенных операций. Это вообще полностью лежащий вопрос. Он не только в Тюмени. Мы его поднимаем, вот лично я в этом вопросе уже два года, как член общественной палаты, я инициировала эту тему. И хочу сказать, что вот вы говорите, зачем общественный совет? Вот нас услышали. Мы два года ходили, встречались, убеждали, задавали вопросы. Я создала рабочую группу в общественной палате по этому вопросу. И вот в июле был первый заезд восстановительной реабилитации, первый заезд в санаторий градостроитель. Мы этому рады, потому что движение началось, и мы хотим этот результат закрепить, и посмотреть, и донести до департамента здравоохранения. Они непрекрасно эту проблему понимают. Я хочу сказать, что с нами соглашаются все. Осталось только приложить усилия, и они будут не одним днем. Это долгий процесс. Но я уверена, что тюменские пациенты по этому заболеванию получат эти услуги. А вот Альберт Рафаилович, Антонина Ивановна сказала, что в августе собираемся, потом в ноябре. То есть вы раз в квартал, да, примерно? Не реже, не реже. Не реже. Не реже, чем раз в квартал. Это чаще бывает. Общественный совет при департаменте здравоохранения, комиссия общественной палаты по здравоохранению. Не предполагается ли размытие ответственности, когда вот так вот много таких? Здесь общественная организация, здесь общественная организация. Вот у меня проблема, я не могу решить ее на уровне лечебного учреждения. Я куда должна пойти? Сюда или сюда? Ну, здесь вот, конечно, мы рекомендуем всем пациентам в данном случае, когда возникает какая-то неудовлетворенность медицинской услугой, обращаться в учреждения непосредственно. И на сегодня медицинские учреждения заинтересованы в результатах вот своей деятельности. Это качественное оказание услуги в данном случае, мы о услуге говорим. И любой руководитель, он готов решать эти вопросы. И с другой же стороны, то есть, если не находят понимания в учреждениях здравоохранения, пациенты обращаются к нам. И здесь мы, как такие гаранты учета интересов всех, мы готовы рассматривать и обсуждать. Мы и медиаторы в данном случае, и защитники. И вот эти вопросы, они решались, и в нашей прошлой практике мы собирались вместе с департаментом здравоохранения, с пациентами, решая вот эти вот вопросы. То есть нет такого, что когда вы приходите в медицинское учреждение, там вас в штыки встречают, главврач стоит. А зачем? Это без предупреждения пришли. Ну, сегодня главврач, вот если говорить про комиссии, вот раньше общественные советы, они и независимую оценку услуг проводили. Сегодня разделились, создан дополнительно совет по независимой оценке. И главный врач, он опять-таки заинтересован взглядом снаружи, со стороны, посмотреть вот на эту проблему, выявить проблему. И вот это в рамках того вот дизайн мышления, то есть это потребность выявить потребности глазами пациентов и общественников. Это рассказали, как работа медиатора, да? А часто приходится заниматься такой работой, вот, то есть с водителями? Вы знаете, чаще приходится заниматься разъяснительной работой. То есть именно разъяснительная работа, вот такие вот, они порой даже сезонные. Вот проблемы по скорой помощи возникнут. Там не доезд скорой помощи, разъясняется, что такое экстренная помощь, что такое неотложная помощь. И мы говорим о работе, мы собираем советом руководителя учреждения, он разъясняет большому кругу общественников. И это транслируется в целом на процесс. Слушайте, ну вот вы ведь тоже руководитель лечебного учреждения, да? Вот вы сейчас забудьте, что вы в общественном совете, в общественной палате стоите. Вот пришла комиссия в главе с Антониной Ивановной и говорит, ну-ка давайте, вот нам жалоба поступила. И что, вы прямо с распростертыми объятиями встретите и будете там как-то, или так, ну, что-то пришли тут. Нет, ну, конечно, то есть на то и мы пошли работать, советы, что мы люди неравнодушные и готовы решать вопросы, которые возникают. И любая жалоба, их, я хочу сказать, их не так и много ведь, которые выходят на уровень советов, на уровень общественной палаты. Но они есть, они есть, этот институт работает. Тантаина Ивановна, руководитель совета, которому два, там, два с половиной месяца, вы уже свой срок отработали. Вспомните какие-то серьезные проблемы, которые с помощью общественников удалось сдвинуть? Вот реально, что удалось в пользу там пациентов сделать? Ну да, вот за время нашей деятельности реформировалась вообще деятельность советов. В эпоху перемен вышли, да. Много изменений, в законодательные акты вносились дополнения. И в итоге пришли к тому, что независимая оценка, она проводится отдельно, услуг. А советы работают по другим вопросам, по выработке предложений департаменту здравоохранения. И это был основной раздел работы. Вообще вот независимая оценка, это был основной раздел работы. Это выстраивание ее, вносение предложений на уровне, в данном случае, Министерства здравоохранения. И нашим советам вносились такие предложения, которые учтены потом были в деятельности советов. Если есть примеров, вот таких вот последних, это мы являлись вот проводниками трансплантологии. То есть это разъяснительные, то есть это были ряд передачи, интервью, по необходимости. То есть необходимо было формировать общественное мнение о необходимости этого вида лечения. Таким вот интересным, оно может быть не касается конкретно пациента, напрямую, но косвенно тоже влияет на это. Это упрощение, вот по последнему совету, упрощение лицензирования частных медицинских организаций. То есть сократили срок в два раза. То есть были предложения, решения. А это региональные полномочия, да? И это региональные полномочия. И на сегодня вместо 40 дней, то есть это можно сделать за 20 дней. То есть это сильно облегчило деятельность медицинских частных организаций. Срок работы с советом Антонио Ивановна какой? Ну, пять лет. Полномочия пять лет. Ну, впереди большой, долгий, серьезный и сложный путь. Пятилетка ударная. Пусть все получится. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Друзья, сейчас короткая остановка на традиционную рекламу. Не переключайтесь, потому что здесь еще много интересного. Нам есть о чем поговорить, рассказать вам. Смотрите далее. Не квасом единым. Что можно отведать на гастрономических фестивалях области? Смотрите. 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 Смотрите.